Пожалуй, хотел бы рассказать, поделиться своим мнением насчёт того, что отличает истинного христианина от человека обычного. Истинный христианин стремится познать всю суть Бога и суть Его жертвы во всей своей глубине. А также стремится познать бездну своей греховности и глубину своего падения. И через это мы можем прийти к тому, что каждый из нас должен стремиться прийти к такому состоянию, чтобы мы были готовы к значительной какой-то жертве. То есть та жертва, которую Христос принёс, должна нас возвышать над всем мирским и готовить к совершению чего-то значительного в нашей жизни. И хотелось бы, чтобы при изменении каких-то наших жизненных обстоятельств мы старались в этом видеть определённый духовный смысл и применяли это во благо самих себя и своих ближних. Потому что, как правило, любые изменения и выход из так называемой зоны комфорта — это шаг вперёд, это возможность иначе взглянуть на себя в иных обстоятельствах и понятия жизни с другой стороны. Потому что зачастую мы самих себя, опять же, не можем увидеть в правильном свете, потому что всё время смотрим на себя с какого-то одного ракурса. И нам нужно порой раскрыться в ином свете своими духовными очами, увидеть себя иначе. Опять же, хотелось бы, чтобы критику своих ближних мы воспринимали верно для того, чтобы совершенствоваться. Потому что, да, наши ближние обличают нас перед Богом, но это нам и нужно, потому что сами мы не способны увидеть свои недостатки. Порой мы слепы и глухи. Я надеюсь, что мы не будем на них гневаться в таком случае. Воспримем это всё верно, правильно. Присмотримся к себе. Я надеюсь, что все мы так или иначе помним о том, что нас ждёт смертный час, и мы покинем этот земной мир. Поэтому то время, которое осталось ещё у нас, мы сможем применить для того, чтобы прославить Бога. Люди, как мы знаем, которые прославили Бога, также прославлены Богом, и церковь поминает их. Они не забыты. То есть это память на века, до скончания века. Потому что церковь не одолеют врата ада, как мы знаем. И всё, что есть в церкви, все люди, которые были в церкви, они также под определённой защитой. И о них особая людская память сохраняется и проносится в восстолетия. Хотелось бы, чтобы мы это тоже понимали, осознавали и стремились спастись и зажигали других, чтобы и остальные люди, которые нас окружают, стремились к тому же самому. Ещё раз всех поздравляю с праздником. Подходите ко Кресту. Субтитры создавал DimaTorzok